Эта акция – ключевое мероприятие федеральной программы «Работай в России». Она направлена на повышение престижа рабочих и инженерных профессий. Подобные мероприятия помогают школьникам сделать выбор в пользу конкретной специальности и задуматься о преимуществах работы в родной стране. 25 октября на встречу со школьниками пришли представители разных профессий. Заместитель начальника авиационного отдела технологий Руслан Смирнов посоветовал ребятам не затягивать с выбором будущей профессии, находить людей из этой сферы и стараться узнать о ней как можно больше. Дозиметрист Денис Сысоев рассказал об особенностях своей работы. Его отдел, помимо прочего, следит за тем, чтобы люди добирались до рабочего места, обходя источники радиации. Приборы у нас интересные, специфические тоже. У нас есть приборы гамма-контроллер, также бета-альфа-контроллер. Инженер по охране труда Нина Воропаева тоже поведала о своей специальности. Она проработала в отрасли 35 лет и с уверенностью может сказать, что данная профессия востребована во всех сферах. На встречу с учениками пришла и школьный библиотекарь Валентина Вахаева. Профессия библиотекаря очень древняя. Эта профессия насчитывает около 4,5 тысяч лет. Когда появились только глиняные таблички, сразу же появились люди, которые их систематизировали. Когда к ним приходили, спрашивали какую-то глиняную табличку, они её находили и выдавали. Наша съёмочная группа рассказала о том, как трансформируются средства массовой информации в современном мире. Получается, что печатных СМИ – это огромный объём текста. Текста и затрат. То есть страницы, две, три печатных текста. Сейчас мы должны уложиться в формате 4-5 предложений. Кем же хотят стать сами школьники? Я хочу выбрать профессию, которая связана с общением с людьми. Я ещё не определился с профессией, но мне хотелось бы стать военным, защищать родину. Я хочу связать свою жизнь с общественностью. Какую бы профессию ни выбрали школьники, самое главное – это хорошо учиться, стараться, любить свою родину, приносить пользу не только себе, но и другим людям.